Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Начало недели. Понедельник, ну, как всегда говорят, понедельник день тяжелый. Мы сегодня попытаемся исправить ситуацию, сделать вечер понедельника, как минимум, если он был тяжелым в течение дня, ласковым, добрым, располагающим, ну, во всех смыслах приятным. Как обычно, в программе «Живые» в течение двух часов появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, песни поем, ну и, в общем, проводим время вполне себе в хорошей, доброй, теплой атмосфере. Как всегда, это традиция. Первая песня, музыкальная, так скажем, заявка, после чего, естественно, мы беседу нашу и начнем. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. На колелях ночь дрожит, лезут на столбы снега. Мир, как будто страхом, шит в ногах. Страшная месель, да, звезд пляшет месяц на сосне. По площадям, по углам, я отменяю себя, я запрещаю себя. Я закрываю себя. Спи, волчанок крепко, спи посреди снегов и льдин. Пусть ты между спин, хвостом один. И пусть беглая месель крошит, как дворняга у дворца. Я начну сегодня, жизнь с конца. По площадям, по углам. Я разрываю себя. Я растворяю себя. Я начинаю себя. Я, 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 я Иногда так страшно Жить с утра Ла, 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 ла Ла, 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 л Субтитры делал DimaTorzok 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 Дело в том, что у нас первый концерт состоялся 9 декабря 2011 года когда телевизионного проекта, о котором ты говорил, Семен, еще не существовало Я верю, верю, я верю, да, верю В свое время я стал Чайкой еще до того, как прокурор в Чайка в России появился Но это не меняет дело Да, мы когда с тобой познакомились, позвонила Юля, сказала, приходи на эфир к Чайке Я так, если честно, напрягся Ты подумал, может быть... Вызывают, все Вызывают Кстати, с Витей Чайкой, ну знаете, кто это, да, тоже композитор, известный, эстрадный У нас периодически случались казусы, когда... Давно этого не было, но были моменты, когда мне звонят, и вдруг человек говорит Скажите, а сколько вы берете за выступление на корпоративе? Ну я думаю, провести корпоратив, ну что, я провожу время от времени Я называю цену Мне говорят, хорошая цена, достаточная, да, действительно А сколько песен вы споете? Я говорю, стоп, а я не пою А, вам, возможно, Виктор нужен? Говорят, да А вы кто? Я говорю, я Семен Замечательно, извините, я даю телефон Виктору, звонят Потом звонит мне Виктор, говорит, Сеня, тебя искали Я говорю, откуда ты знаешь? Мне звонили Такие вот эпизоды были в жизни, забавные на самом деле Итак, группа ХБ, проект ХБ, давайте так, все-таки, да? Да, проект ХБ, да Проект ХБ, как с нами связываться? Это я сейчас сообщаю тем, кто, возможно, что-то захочет написать сегодня в эфир 4647, это короткий номер для СМС к ваших 4647, пишите свои, пробел Ну а дальше все, что хотели бы сказать Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления Делитесь всем, что есть Американцы, давайте подключайтесь У вас там как раз с утра ранее Группа ВКонтакте, подожди про американцев Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио, естественно Там анонс уже давно выложен Под анонсом много чего пишут В самом анонсе название коллектива выделено синим Значит, кликая на эту ссылочку Вы оказываетесь у них в сообществе Там тоже можно писать Можно видеть все, что в этой студии происходит Убедиться в том, что их действительно три человека А делают они звук очень плотный, красочный, яркий Такое ощущение, как будто бы здесь ансамбль, а тут проект всего лишь Да, так вот, чтобы смотреть Можно зайти на сайт своего радио Своярадио.фм Там сверху есть плеер В плеере онлайн аудио Слева, это чтобы слушать Онлайн видео Справа, это чтобы смотреть Кликаете И спасибо планете Руза Наше счастливое детство Вы сразу видите картинку Кстати сказать, там же есть чат В котором тоже можно что-либо писать Все, это что касаемо Возможного коннекта с нами Вы пришли к нам просто песен попить Или чего новое принесли? Ну, мы принесли, конечно, радостную весть, дорогие друзья Что мы, наконец-то, записали диск Так, наконец Мы его записали, записано все Сейчас он сводится И мы могли, мы, конечно, вот сейчас вот мы с Лехой обсуждали до эфира Когда, на какое время, на какое время объявить презентацию Но подумали, что презентативный концерт будет, наверное, осенью А диск-то можно будет уже увидеть, я надеюсь, летом Ну и песни с этого диска, я думаю, что радиостанция свое радио оценит Обязательно Еще до лета, судя по всему Это В премьеры бы надо Для своего радио у нас уже почти сведены как раз песни Очень было бы неплохо, если бы действительно было так Потому что аудитория всегда ждет новинок И знает точно, что самые яркие новинки от всех самых лучших артистов России Они только на своем радио Это правда О, как приятно сейчас Леша, тебя назвали самым лучшим артистом А ты нет, а ты выйди отсюда Просто тебе сейчас говорили Просто так, что ли, мы вас звали бы сюда Ну что, давайте дальше петь Времени не будем терять Что это будет? Что будет? Иона Что-что? Песня, которая называется Иона Ага, теперь ясно У меня просто, у меня нет списка, поэтому то, что будет Леша говорить Это Ты будешь переводить Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня проект ХБ Погнали Кончится скоро ром Корчит свой нора в кром и завладевает рассудком Безумие Все приборы врут Порт ведет точно прут Компас на камне, как в жерло Везувия Что за напасть? Несет нас напасть Последнего кита сила не та Она сильнее земных законов Теперь я новый Иона Вместо маяка лучи на светляка Место шпаки меч комарика Ко всем придет кончина Ну а пока не бери пучино моряка Вместо маяка лучи на светляка Вместо шпаки меч комаряка Ко всем придет кончина, ну а пока Не бери пучина моряка Вижу свой новый дом, я в нем как в горле ком Вяленой рыбой в кастрюле отчаянья Я нежеланный гость, даже не кинуть горсть Серой земли мне на прощание Что-то напасть несет нас на пасть Последнего кита сила не та Она сильнее земных законов Теперь я новый ион Вместо маяка лучина светляка Вместо шпаки меч комаряка Ко всем придет кончина, ну а пока Не бери пучина моряка Вместо маяка лучина светляка Вместо шпаки меч комаряка Ко всем придет кончина, ну а пока Отпусти пучина моряка Киль точно килька стал и познает Штурвал освободившийся хаос вращения В каменных скулах скал Виден косой оскал Мертвого праздника небосвращение Что за беда несет нас сюда Последнего кита в пустоту Откуда не купишь купона Теперь я новый ион Вместо маяка лучина светляка Вместо шпаки меч комаряка Ко всем придет кончина, ну а пока Не бери пучина моряка Вместо маяка лучина светляка Вместо шпаки меч комаряка Смерть идет в морщинах Всем пока Забирай пучина моряка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Выражают свои эмоции Потрясающе откровенно И потрясающе неожиданно раскованно Вот человек пишет Твою дивизию Пашка Я с вами привет всем О привет Серега Реакция это настоящая Это ты сказал про красноземенную дивизию Его бабушки Твою дивизию А здесь вот кстати сказать Катя Веремьева Почему такое странное название Вместо маяка А когда переименовать успели Анна Жановкая тут же Тут межсобочек происходит Так уже дважды переименовать успели Всем привет За вами следят Это очень ценно Это очень здорово Что ваше творчество знают Смотрите По поводу переименовки Я когда сочинил Я когда один эту песню исполняю Она называется Вместо маяка А когда я исполняю Мы с ХБ метелем Она называется иона Все очень просто Все действительно очень просто Логика абсолютная То есть в принципе Когда я говорю о женской логике Меня иногда срывает башню Но когда теперь Фахардиновская логика Мне кажется что это круче чем женская Все абсолютно логично Все абсолютно логично Так вот Когда мы говорим о том Что это самостоятельные музыканты В принципе и у Паши и Леши У них свои собственные коллективы Проекты И не один И каждый из них действительно Самостоятельная единица Макс тут вообще Где только не играет На своих замечательных барабанах Столочь Они действительно Каждый сам по себе Абсолютно нормальная Такая полноценная Творческая единица Теперь тогда у меня вопрос К вам Господа вокалисты Прежде всего Макс тут не поет Он помогает вам Ритм держать А зачем это С одной стороны я понимаю Что творческие союзы Это всегда полезная Интересная история Но они недолговечны А вы-то вместе Уже не первый Не второй И даже не пятый год Мы давно дружим Мы дружим с Лехой Мы дружим очень много лет Пятнадцать лет И Ну то есть Мы И песни писали Вместе Все объяснил Учились писать И Просто Леха Жил в Чехове Я в электростале Когда-то У него там своя группа Тоже логично Очень близко друг к другу Не-не-не Ну учились-то мы вместе Просидели в институте Пять лет за одной партой Ну и в общем Как бы После Скольких Двенадцати Нет Десяти лет дружбы На тот момент Да Нам стало очень странно Что до сих пор У нас почему-то Нет каких-то Вот там Совместных Совместной музыки Ну да Я предложил И как бы И все понеслось Ну и казалось бы Ну и все И давайте вместе Но нет У вас же у каждого Свои проекты Так это очень хорошо У меня это например У меня хб Это мое альтер-эго Такое Я играюсь в рок-музыканта Вот лично Я сейчас про себя говорю У меня несколько Несколько проектов И джазовый проект Который называют Джим Бим Бэнд И Фахранинов Сотоварищи Это такое Это тоже не все еще Это не все Да Ну я Один как Сам Без ансамбля Сам Да Да Вот Ну и у Лехи Такая же история Ну просто еще песни Разноплановые Во-первых Некоторые песни Только вот В каком-то проекте Существуют С силой их Ну какой-то Жанровой Особенности А некоторые просто имеют Разный вид И это прикольно То есть одна и та же песня Обретает Несколько таких оболочек А путаться не приходит Ну как Да нет Нет Не запутаешься Ну как вот допустим Вместо маяка Хотя бывает И иона Да Одна и та же песня Но просто исполняется Несколько по-разному Да В твоем сольном исполнении Или же например В составе проекта Хабе Да А как не запутаться Условно говоря В тех ходах музыкальных Которые то там То там Ну иногда Я например путаюсь Да Это правда Ну не знаю У нас Макс есть для этого Он Все помнит Он все помнит Слава богу Он точно помнит Ну мы тоже иногда Сомневаемся Но Я скажу по секрету Макс уже За последние Несколько там Недель Пару недель Третий раз здесь Поэтому он даже с собой Не забирает свою кухню Она у нас тут и хранится Тарелки его Педалька Тут уже давно лежит Я всякий раз прохожу Думаю что А это же Макс Точно Скоро придет снова Так что в принципе Он наверное подушечку Уже принес С вами Одеяльцы Скоро будет и так Тапочки на входе Обычным делом станет Тоже Читаем то что пишет Народ действительно Очень интересные вещи Пишет Например Александр Харужи Пишет В текстах Алексея Часто мелькают собаки Молчонок Пеги пес Летела жизнь А ты как пес на повадке Отсюда вопрос Алексей собачник Мне кстати Самое интересное Что у меня никогда Не было домашних животных Ни кошек Ни собак Так А что по собакам Видимо Такая сублимация Что типа Ну не знаю Скучаю по домашним животным Которых я никогда не Так же как меня спрашивают Почему так много моря Потому что я не рядом С ним живу Если бы я жил на море Я вряд ли при него писал Ой как ты прав Ой как ты прав Я как-то не был От себя опыт такой Поделюсь Опыт небольшой Трехлетний был В Геленджике Там был театр В котором тогда еще Работал Когда еще К радио Не прикасался 1992 года Казалось бы Море Геленджик Вот оно Бухта-то Живешь в микрорайоне Парус Спустился вниз Я за три года Что там работал В море искупался Дважды И был там трижды Первый раз Искупался на второй день Когда приехал Вау море Вау гречка Нырнул хорошо Искупался Второй Искупался Когда приезжал Отец В гости К нам Просто вместе с ним Пошел на пляж Тоже мы искупались Это было по-моему Через год после этого А дальше Всякий раз мысль В голове Да еще успей Господи Театр находится Прямо на набережной Дом по пути Мимо моря А сегодня дела Завтра Так же как крымчане Они купаются Когда к ним гости приезжают В том и дело Поэтому живя рядом С морем Очень сложно Теряется Вкус теряется Кайф теряется Человек приехал Допустим После года Тяжелых Рудниковых работ Приехал на 20 дней К морю Надо все 20 дней Обязательно Вялиться На песочке Я не знаю Я вот всегда Оказавшись на большой воде Какой-то По-моему не проходит Ни одного дня Вне зависимости От сезона Не сезон Я всегда купаюсь Не знаю Просто у меня Какая-то мания Большая вода Это что ты имеешь в виду? Ну океан Море Вот это вот Зимой тоже? Да Ну я в основном Оказываюсь В это время На как бы В довольно теплых местах Зимой А ты имеешь в виду Зимой ты в теплых морях А летом возвращаешься К своим Холодным Ну море-то у меня Не особенно есть Под боком Ну я имею в виду К своим российским Я имею в виду А ну да К черному например К Козовскому Нет я давно не был Не был? Чего так? Нет давно Ну был просто Но давно не был Был но давно не был Логика Я теперь знаю У кого в коллективе логика Друзья Обращайтесь Факордина Давай дальше наверное Поемчик Слушайте братцы У меня к вам просьба Ты меня по-моему спрашивал Или ты меня спрашивал Сколько песен в ротации Своего радио Кто-то из вас Меня спросил Да я спросил Четыре Четыре Это мало Это мало Надо больше Поэтому я жду от вас Новых песен Но волчонок то Про волчонок мы знаем Овощи вы собирались петь? Собирались Может быть вот сейчас Овощи и споем Я к чему? Потому что люди Которые слушают сейчас эфира Они должны понимать Кто вы Часто бывает Что знают песню Но понимаете да Но не очень собственно говоря Связывает одно с другим Я думаю что можно было бы И дыру И там похожую Мы дыру как раз Нет да? Мы дыру как раз Не хотели петь А не верю Не верю хотели А может не верю споем Давай не верю Давай овощи А не верю потом чуть позже Это так чтобы Люди понимали С кем сегодня Мы имеем тут дело Как всегда Живой звук В программе живые И здесь сегодня Проект ХВ Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты-то друг краски словно капуста Что на сердце тесно В мозгу до хруст-пусто Давно бы привык ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе не дадут, что ты друг Вот так вот вдруг Преобразоваться В какой-нибудь фрукт Разве что специально Чтобы потом страна Разобрала тебя на семена В учебнике Хочешь морали Вот как нас растили Так мы и вырастали И как бы от этого Не было сладко Там аллигатка Но каждому овощу Своя грядка Каждому семечку Своё времечко Каждому времечку Своё семечко Нас переработают И перепрут И не сочтутся труд Таких, как мы Прут-прути Кто там из грядки Своей вылез Не хоти Кого обваляют в меду Кого замочат в труду Кому всё и сразу Слышишь Страна тебе дудит в груду Да поиструйся Но овощи пазу Мне разрешили додумать Отец Огурец Лучший овощ Огурец Ещё не созревший Ещё зелёный Солнцем Пока ещё не опалённый То есть пока не попавший В опалу Этот человек Которого просто мало Человек Которого просто мало Человека Мало Человека Мало Человека Мало Человека Мало Здесь Кем бы ты себя не ощущал Ты ингредиент Для большого борща Здесь Кто бы ты не был Такой вообще Как ты был Овощик Так и будешь Овощем Кем бы ты себя Не ощущал Ты ингредиент Для большого Овоща Здесь Кто бы ты не был Такой вообще Как ты был Овощем Так и будешь Овощем Как ты был овощем, так и будешь овощем Что ж творит Демидов-то в этой песне, вам скажи Что ж вытворяет почти джазовые, понимаешь, через ритмовые такие дела Классно, классно Вообще песня действительно очень цеплючая И надо сказать, что это народ подмечает Вот Афония написала, эта девушка, овощи Первая песня ХБ, которая на своем зацепила Много раз слушала фоном, а однажды вслушалась Очень сильная песня Это правда Песня действительно сильная, по-настоящему глубокая И тут люди начали между собой опять же Вот кто это, Малявин, по-моему Привет, живы, и благодаря своему радио знакомствам ХБ Отдельно Павла и Алексея Классные они, и песни у них классные Но долго слушать их не могу Почему-то в песнях такой вот надрыв Или это просто особенности голосов так влияют Я думаю, что это просто отсутствие диска Что ты имеешь в виду? А потому что у нас сейчас будет диск, который записан просто шикардос И будет сведен так, что мама моя То есть там уже вот такого надрыва в голосах не будет Там будет все вообще Вообще все Все это что-то имеешь в виду? Ну там будет и надрыв, и релакс, и даже Леша там красиво поет Вообще обычно он поет некрасиво Ну, а там вот он даже красиво поет Вот так, да? На то и студийная работа Тонкие у вас Нигде писались На джаз-студия у наших друзей Орги Праведников А, да, у них хорошая студия, правда У них отлично И что касаемо этого материала Какой будет по счету альбом проекта ХБ? Первый, первый Вот в том и проблема О, да Сколько лет существует проект ХБ? Ну, с 11-го года Пять лет существует Четыре Четыре Да скоро пять уже Это правда Но у нас денежек нету Кстати, знаете что, друзья? Дайте денежек Хотите, да Хотите, чтобы диск был побыстрее Мы на планете сейчас запустим проект И давайте, кидайте нам денежек Мы вам диск за это Это вам уже на сведение, на выпуск Да, да, да Нам нужно всего-то ничего Сколько? Ну, 80 тысяч все Действительно, давайте 100 Давайте, да О, давайте, кстати Это почему? Не помешает, никогда лишним не будет Обложку красивее сделаете О, да Чтобы она была Мы отлично, кстати, уже и название Придумали обложку Как называется? Не, подожди, подожди Ну, нет, это рабочий Ну, нет, ну что, ну нет Ну, нет, нет, мы не будем говорить Интрижка Ты смотри Народ тут по этому поводу Уже знаешь, сколько отписался? Что еще на прошлом эфире Обещали альбом И где он? Думаете, вы что? Думаете, вас не помнят? Думаете, люди, которые служат Радиостанцию Не помнят, что вы обещали? Помнят Поэтому, в принципе, вы можете Никакедничать здесь Это мы не помним, что мы обещали Вот в том и проблема Они вам напомнят быстро И быстро вставят мозги на место Значит, Алия Нурлина пишет Да, у них все песни глубокие Вообще, они нереально крутые Как в записи, так и в живую Я, кстати, о группе тоже узнал Из ротации своего радио Волчонок, помню, сразу зацепил В первые же дни вещания станции Кстати, что касаемо звука Надо сказать спасибо сегодня Сергею Дебальскому Звук изжигания Звучит все, как мы всегда говорим Однозначно, как пластиночка Так, собственно, и должно звучать красиво Когда все по-настоящему Когда все живое Ребята, вы лучшие До встречи на Шока-фесте Пишет Сергей Макеев Да, до встречи В какой день играете на Шока? В субботу В субботу 23-го Ну, как раз и мы там будем в субботу 23-го числа Значит, мы там с вами пересечемся Судя по всему, как раз именно в субботу Я и буду вести фестиваль там А в пятницу Рома Чехов А в воскресенье Не знаю Может быть, тоже Ромка останется Я пока не знаю, кто Но в субботу мы вам Покажем там классных музыкантов Я сейчас говорю всем тем, кто Может приехать и захочет приехать Кстати, Шока-фест изменил место Неожиданно вдруг Местоположение, местопроведение Теперь на Истри Все это пройдет в хороших, красивых местах А вот фестиваль Троица Местоположение не менял А фестиваль Троица Мы о нем поговорим отдельно, конечно же Это, естественно, тема интересная Ты сейчас говоришь о том, что ты как-то ревнуешь, да? Ни в коем случае Я просто говорю, что если мы не встретимся 23-го По каким-то объективным причинам То ты 31-го мая можно будет встретиться В электроуглях Баннер на сайте постоянно об этом сообщает И не переживай Мы за вами тоже следим Мы вас тоже продвигаем Причем с удовольствием Но Троица это несколько иной фестиваль Мы о нем поговорим отдельно Это тема, которую стоит подразмять интересно А Шока-фест фестиваль трехдневный Больше ста коллективов Причем коллективов очень интересных Вот Хабе там, например, выступит И, между прочим, масса других групп И даже на этой неделе Еще будет несколько коллективов Которые выступают на один, да? Подожди Один, а в следующей неделе Еще несколько коллективов Которые выступают на Шока-фесте В программе живые Причем все сошлось абсолютно Будь здоров Абсолютно случайно То есть мы же не подгонялись Просто их много хороших На самом деле классных Так, у меня вопрос Что-то молчит вдовин Я поэтому вдовину хочу Блин Занетили Занетили Скажи мне, пожалуйста Сейчас я фахардиного микрофона включу Как ты его выносишь? Скажи мне Эй, эй, эй Я все слышу Как ты его выносишь? Семен, пойдем покурим Последний Как ты его выносишь? Это уже невыносимо Я привык Вы про Макс? То есть ты с такой тоской говоришь Я просто привык С такой тоской Я тебя понимаю Он же невыносимый человек Башню сорвет Мне кажется Любому абсолютно Вон Макс хочет что-то сказать Только почему-то выходит Иди скажи, Макс Как ты его выносишь? Пока он не может сказать ничего В ответ У тебя вообще свой микрофон? Секунду Вот так, да Чтобы не грохотало Как вы храдину выносите? Да легко А что его выносить-то? А, то есть Что с такой-то логикой? Все, я тебе включил микрофон Как выносить? За руки, за ноги Можешь отвечать Кстати Тоже важное дополнение Которое, может быть Будет полезно узнать Аудитории Песни вы делите пополам Я так понимаю Сочиняете для хаба Каждый из вас Да Верно? А когда Можно определиться Чья песня По тому, кто поет Если поет Паша То это его песня Если поет Леш, то это твоя песня В основном так Но на диске, кстати, будут Не всегда можно будет угадать Почему это? Потому что еще Потому что вдовин хорошо поет Хорошая шутка Но это его шутка, не моя Я просто повторяю Почему невозможно? Нет, еще есть кавера Как бы Мы еще любим попеть чужие песни Какие? Ну, типа, не верю Это же не наша песня Ну, хорошо Или, например, там Кавер, да, Буи Или кавер на Высоцкого То есть На Буи? Да На пластинке будет кавер на Буи? Не, не будет Ну, почему не будет? Ну, вообще мы его записали И мы, если честно Вообще сейчас Кроме шуток Мы просто дозвониться не можем Да, Дэвид Да, мы не знаем Телефон не знаете? Мы послали, да Вы его послали, да Да Мы послали, сказали Бэй, Дэвид, знаешь Ты нам не отвечаешь вообще Знаешь, чего? А вы не можете сейчас Дети спеть кавер на Буи? Да Давай споем Ну, чего? Чего? Ну, это же круто Мы там старались Программу Так что значит программа? Программа должна быть Интересной и необычной Тем более, что я хочу Я сейчас Тем более, как ты его выносишь Он хочет Ты видишь Как это можно выносить Сейчас я уверяю Как только люди об этом услышали По поводу Буи Сейчас начнут писать в группе Давай, давай Срочно Потому что это, правда, интересно Как это у вас звучит Ну, чего? Ну, давай Не капризничай Ну, пожалуйста Все Вроде согласился Что за песня-то? Как называется она? Эта песня Она известна От Курта Кобейна Нашего с вами Она в оригинале называется Man Who Sold The World Человек, который продал мир Но В нашем варианте Мы ее перевели И Собственно Ну, сейчас поймете Я не знаю, как она называется У нас она называется Боуи Боуи Хорошо Ее сочинил Дэвид Боуи Да, я писал Как всегда, живой звук В программе «Живые» И здесь сегодня проект ХБ Погнали Мы шли на рубеже Болтали о былом Я был ему уже Ни другом, ни врагом Я ему сказал Поймав усталый взгляд Ты умер, говорят И много лет назад Кто знал Не я Я не терял контроль С лицом Того Кто продал мир за ноль Средь миллионов лить Я стал искать свой дом Но тьма пустых глазниц Сказала мне о том Что внутренний сутья Нашел мое лицо Уж лучше б умер я Давно в конце концов Узнал тебя И потерял контроль С лицом С лицом Того Кто продал мир за ноль Далалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Устал себя и потерял контроль С лицом тобой, кто продал мир за ноль Хорошо, ну, собственно, ради финала эта песня и писалась Я уже, да, я уже понимаю, что логика здесь достаточно проста Ну и как вы думаете, Дэвид Боу разрешит нам после всего этого? Я думаю, когда он услышит финал, он скажет, да, конечно Такое новое видение, я никогда не предполагал, что так можно В стиле ча-ча-ча, да Света Ци пишет, Пашка, ты лучший, но когда вдоха ее вступает, это как Курта услышать Ну это что? Вы не комментируете сейчас? Я думаю, незачем Я думаю, что все и так понятно Илья Тянников пишет, да нереально крутой кавер спели Ну, правда, вы же ее, кажется, спели уже Да, но теперь вы ее из истории уже Думаете, как применить, я так понимаю Артем Судеев пишет русский язык многогранен Хочется вас ласково назвать сволочами Слушаю музыку, ностальгирую по роковым фестивалям Слушаю текст, тоже интересный Вот и теряюсь, не знаю, на чем заострить внимание Очередное спасибо за открытие новой группы Это уже к нам Ребята, вы много выступаете в проекте и сольно Как родные относятся к частым разъездам? Спрашивает Катя Веремьева Они радуются Наконец-то Ну, как разъезды частые, значит, денюжка есть А, в этом смысле Мужик при деле Нормально А пока дома, в общем, без делки, я так понимаю Ну, вообще, да Когда дома, мужик при теле Да, а когда нет дома, то при деле Хорошо не наоборот бы Главное, не перепутай На вот тебе таблетка, да? Такая пополам Это от головы, а это Да, да, да А то главное, не перепутай От тела 46-47, это короткий номер для СМС-кваш Сначала свои, пробельщик, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу Это если касаться СМС-сообщений Василий спрашивает Есть, будут ли у ребят песни, исполняемые только в составе ХБ? Не Вдовин, не Павел, не Макс по отдельности А исключительно Вместе Да, конечно, наверное, есть Ну, песню, например, из своих песен Там, например, Дыра или Назад Я сольно-то не пою Я пою их только в ХБ Но сегодня мы не планировали их играть Чего так? Ну, не знаю, мы сегодня на новенькие песни хотели Это тоже хорошо Акцентировать Человек спрашивает, Киншасу вы там не планировали Но это не новенькая же Значит, вы ее не планировали Да нет, будет А, будет? Конечно Хотя не новенькая Потанцевать надо Я понимаю, да Я понимаю, что там Танцевать всегда хочется, когда мужик при деле А то застоялся А то, да А то, что главное, чтобы в нужных и ненужных местах застой не произошло Почему? Шутка очень хорошая, удачная шутка Надо заметить Теперь мне вот что Что за хохот в студии, я не понимаю Да, не, все нормально Шутки позже доходят, я знаю, да У нас так часто бывает Похшутишь, а потом где-то через полчаса понимаешь по лицам людей, что дошло Программа для интеллектуальных людей просто 46 Именно поэтому позвали Фахардинова, да, видимо 46-47, это короткий номер для смс-ок У нас Максим ушел целоваться Вот я и вижу, что что-то ему, по-моему, уже там поднадоело немножко сидеть в этой кухне Что касаемо альбома, который будет, это тоже важная история Там сколько будет песен-то? Вы как-то планировали этот момент уже? Или пока еще собираете? 12, я думаю Да какое, 14, Алеша? Как? А какие еще? Я 14 записал, не знаю Пока меня не было, ты что не сделал? Еще две песни наваял Не, ну, на самом деле Леха прав То есть если мы осмелеем и там песню Боуэ, например, выпустим Тогда вам нужно права отмывать Вот, а в том-то все и дело, да, поэтому И там еще одна песня, собственно, Высоцкого, да Ну, а тут, мне кажется, проще Мы пока не занимались этим вопросом Найти права Нет, найти-то да Найти, да Но пока мы не обратились Ну, я думаю, что вы решите этот вопрос Что касаемо концертов Тоже интересно Когда у вас ближайшие Ну, сейчас фестивальная пора Ну, понятно, что фестиваль Шахофест фестиваль, правильно? Троица Троица, да Ну, я думаю, мы летом-то сделаем сольничек какой-нибудь А что у них сделать-то? У нас просто вот У нас беда такая случилась У нас Максимка Некоторое время был неиграбельным Но сейчас он, слава богу, играбельный Ну, болит, теперь хорошо все Нормально все? Ну, да Чтобы не чувствовать себя дискомфортно, он стоит Молодец, Максимка Молодец, да, молодец Он бережет себя, правильно все Так, и что? И что? Да, ну, и сорвалось некоторое количество там концертов Конкретно два Но сейчас я думаю, что, в общем, в конце июня мы где-нибудь залудоним концертик-то Следите за новостями в группе В паблике, да Проект ХБ, ВКонтакте И следите за новостями на Пашиной странице в Фейсбуке На что на Пашиной? На что не на твоей? Ну, или на моей странице Просто Паша больше по Фейсбуку, а я больше по Контакту Вот у нас разделение труда Ну, понятно Поэтому я обозначил так примерно В Фейсбуке Пашка, Лешка Да, ВКонтакте Понятно Я сейчас сообщу, ну, может быть, напомню Может быть, сообщу тем, кто не очень в курсе Как попасть в сообщество коллектива ХБ Все очень просто В анонсе, который опубликован и каждый раз публикуется по поводу артистов, приходящих в программу В официальной группе ВКонтакте Название коллектива, вот обратите внимание, синеньким выделено Вы мышечку подводите туда, курсоры Тут же видите Проект ХБ Кликаете, оказываете у них в сообществе Вступайте в ряды Там, к сожалению, не так много людей Как мне бы хотелось увидеть Мне бы еще один нолик увидеть там хотя бы И было бы вот уже приятно Вступайте и будете получать всю информацию Об их передвижениях, концертах, альбомах, турах Ну, не знаю, обо всем, что они захотят рассказать в первую очередь Это значит, вы будете первыми узнавать об этом И однозначно будете получать от этого, мне кажется, преференции большие Надо бы что-нибудь спеть С удовольствием Конечно О, я люблю эту песню, давайте Теперь я больше вас просить не буду никаких Потому что я чувствую, что вдовин как-то немножко нервничает Когда не по плану идем Как всегда, живой звук в программе живые Хабе Это было Соло У него струна порвалась Я жил у моря в халуте с видом Смотрел на звезды, курил, топал Я был сомнительным индивидом Любил стрелять по утрам в собак На воскреса моего встречаля Увидел снизу, идет она Весь мир вокруг собой обесценив Как от подземных толчков Как от подземных толчков На воскреса моего встречаля Увидел стрелять по утрам в собаку На воскресе моего встречаля На воскресе моего встречаля На воскресе моего встречаля Необъятного солнца шара И я спросил ее, ведь мало Она ответила, конечностей И так листово обнимала Шлашни меры, конечностей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она была сама природа Она питала с собой ручей И у китов принимала роды И грела солнечные лучи Но мне пристилось холодной ночью Пришли собаки, пришли за ней И я видел, как разрывают с ложьей За всех, за братьям, за дочерей И ходили, ходили по кругу недели И уже невозможно было забыть Что у нее становилась кровь в теле И она перестала быть И она перестала быть И она перестала быть Я смазал лодку, собрал припасы Алело море в косых лучах Она смотрела в прицел с террасы И я толкнула к себе причал И я толкнула к себе причал И я толкнула к себе причал Слушай, а часто бывает, когда рвется четвертая струна? Скажи мне К сожалению, да Причем в самом начале песни Но ты справился Леха как-то умудрился порвать Во время концерта Шестую струну на бас-гитаре Точнее, не шестую, а четвертую струну на бас-гитаре Это да Каким это образом? Ну первая, вторая часто рвутся Но четвертая на моих глазах редко случается Ну вот Леша там надливый человек Да, очень Очень А на диске еще и поет хорошо О, да Так вот, мы в конце концов Подождем, да, пока Леша займет струной Сейчас мы поговорим с тобой Да Вот тут есть... Наконец-то! Пока нет Леши Я прочитаю тебе сообщение От Ани ХН Вы ХБ, а она ХН Да ХБ и Павел Фахардинов Как мостики Времени Повели слушатели к творениям ушедших артистов Благодаря вам узнала Вень Дракина Геннадия Жукова Продолжая собственное исследование пласта Да, Кеншаса супер Кайф Вот понимаешь Только Кеншаса это Лешина песня Ну неважно, вопрос в другом Она, вот девушка Аня ХН Благодаря вам узнала других музыкантов То есть получается, что вы являетесь неким проводником Ну, проект ХБ Является неким проводником для людей молодых Или, может быть, не очень в свое время Интересовавшихся подобной музыкой людей Для того, чтобы знакомиться с их творчеством Как себя в таком статусе или качестве ощущать? Ой, я никак себя в этом статусе Ни я, ни Леша, я уверен Мы никак себя в этом статусе не ощущаем Мы просто песни хорошие поем И все То есть какая разница, чья эта песня Она же клевая песня Мы же занимаемся не Ну, мы же занимаемся музыкой и песнями А не там стилями музыки Или там не только своими песнями Ну, то есть Ну, вот если смотреть В любом случае у вас в процентном соотношении Чужих-то песен гораздо меньше, чем своих, правильно? Ну, конечно Ну, конечно, да Но, тем не менее, даже это вызывает у людей Видишь, как Дыркина, например, вспомнили Так и слава богу Да, которого человек не знал Там, Гену Жукову вспомнили Опять же Очень, да Да, на самом деле поразительно Там, я просто там Начинаю У меня начинают шевелиться волосы Как только я понимаю Какое огромное количество Крутейших авторов Неизвестные никому Там, ну, там Луферов Непомнящий Ну, тот же Веня Огромное количество Огромное количество Слава богу Вот, спасибо вам Там, своему радио Там, да Наконец-то стали Включаться какие-то там Наши уже друзья Которых мы вот Мы сколько лет уже ездим Там, по фестивалям Там, Олег Медведев Катя Болдарю Костя Арбенин Там, Гриша Донской Миша Башаков Вася Уриевский Никому не были известны Там, да Сейчас потихонечку у вас Стали появляться Ну, то есть Наша братва такая Ну, и будет появляться Их все больше И сейчас я тоже готовлю Новый пакет Новых для эфира И для ротации Коллективов и песен Дальше будет еще один пакет Он уже у мной задуман Так что Много Я уверен, что Это правильный путь Иначе развития музыки Не будет никакого Чего там Вдовин Он решил поотдыхать Пока до конца часа Ну да Отсидеть, что ли За твоей спиной Конечно Алексей, вернись к нам Пожалуйста Нам бы чем-то закончить Час красивым Хорошим Вы дыру обещали? Нет, мы сейчас Мы точно знаем Чем мы закончим Красивым, хорошим часом Нужна песня Трехминутная Такая, не длинная Вот в этом проблема Пока струну меняли Рыбу Рыбу? Рыбу, да Ну, давайте рыбу Сегодня понедельник Сейчас Алешка настроится Четвертую струну Он себе настроит Да Ну, отпускай как-нибудь У нее походу уже Это, друзья Сейчас Несмотря на то, что Отношения у нас с Лешей нежные Но эта песня гениальная У Леши Вдовина А, то есть ты имеешь в виду Это его песня Да, и она очень крутая Теперь ты похвалил Наконец Вдовина За сегодняшний эфир Хабе здесь Поехали Погнали Мы с тобой жили Словно Жак и в кусток Тут глубина А сверху Лишь дом Пустой Тут целый мир Мимо плывет А сверху Никто Не живет Словно Ответ Был этот мир Простой Мы с тобой жили Словно Спасали Круг Будто Войдя в него Все понимаешь Вдруг Но главный ответ Плыл Над водой А ты просто Был молодой На слабо нырнуть Согласи же Приятно, друг Давным Давным Давно Я был В таком Кино Там все С кем я Знаком Там ты Там я Домой Но старик Хэн Был бы не прав Если б не пил с утра А мы с тобой Можем лишь спорить Зачем открывать Тетрась И все эти парни так хороши были, я так, брат, хочу туда, где ночью приходит рыба и блестит вода. Субтитры сделал DimaTorzok В самом начале второго часа. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! 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 смысле, бородатых, таких, веселых, со счастливыми глазами эти два священника. Как зовут-то их? Отец Александр настоятель, отец Андрей. Вот, эти отцы настоятели. Бегают среди людей, среди зрителей, среди музыкантов, спрашивают, все ли устраивает, может, кого покормить, может, кого напоить, чем надо, в прямом, в переносном смысле, кстати, скажем. Да-да-да. Впомнится, в каком это было, в прошлом, что ли, году, когда огромный коллектив под названием, та самая дивизия имени моей бабушки, да, кагорчику они, в общем, их опоили. Слеганца. А те приехали пораньше на фестиваль, ну, и батюшки их пристроили переночевать где-то. Ну, и провели они ночь почти вместе в разговорах мирских о разных самых больших интересных проблемах, решениях. И, в общем, к утру коллектив из 14 человек чувствовался... Хорошо. Уже очень хорошо, да. И, главное, батюшки себя чувствовали тоже очень хорошо. Ну, это же не помешало дивизии отыграть отличный совершенно сет, великолепный. Очень добрый, чистый, светлый, по-настоящему кайфовый по атмосфере фестиваль. Да, это все будет, собственно, 31 мая в этом году. Однодневный фестиваль в городе Электроугли. Это на электричке час от Курского вокзала, или там 20 километров на машине по Носовихинскому шоссе. Совершенно бесплатный вход. И начинается все в час, и заканчивается в 11. У нас... Я объявлю, да, кто у нас будет? Товое, конечно, обязательно. Ребята, у нас совершенно потрясающий состав, на мой вкус. Да, наш тоже, кстати. Значит, вежливый отказ, группа «Зорги», группа «Тинови», группа «Мегаполис», «Даша Шульц», «Аскетикс», потрясающие совершенно. Потом два электронных проекта «Антон Маскелиады», который сейчас на таких высот добился, что играет с «Бьорк». И «Чумовая» совершенно группа электронная «Олигарх». Потом из Питера к нам приедут группа «Нью Лукс». Это ребята, я не знаю... Вот вы вот не поленитесь, прямо сейчас найдите их в интернете, на Ютубе кавер на песню «Браво», конечно, Вася, они там спели, назвали эту песню «Джонни», группа «Нью Лукс». Да, разумеется, у нас будет группа «Недра» в полном составе. У нас будет группа «Оргия Праведников». В общем, у нас потрясающий совершенно состав будет, ребята. Это просто нельзя такое пропускать вообще никому никогда. Я думаю, что... Тем более, что бесплатно. 31, да, вход свободный. 31 мая, «Электроугли». Если у вас были мысли о том, как провести эти дни и куда, может быть, направить свои стопы, то вы теперь должны знать, что в «Электроуглях» будет совершенно роскошный фестиваль. Троица, он хорош по всем параметрам. И по музыкальной составляющей, судя по тому, что было сейчас объявлено, да, лайнап такой серьезный. И по внутреннему состоянию. Там действительно и народ-то какой-то светлый приходит. Такое ощущение, что в «Электроуглях» живут исключительно положительные, и приезжают туда тоже, кстати, на фестиваль. Положительные, светлые, чистые, добрые, открытые и счастливые люди. Вот, кстати, маленькое добавление. Да, если вы боитесь, например, приезжать с детьми, и у вас есть какой-то стереотип по поводу... Зря, да. Да, по поводу, там, вот, фестиваль, там, пьяные. У нас были сотрудники милиции по прошлому... Полиции, да, по прошлому году они сказали, что... Прямо просто начальник полиции говорит, «Ребят, я вообще не понимаю, что за фестиваль». Приходили местные гопники, но они как-то преображались и вообще не хулиганили. То есть они как-то понимают, что «О, а куда это мы попали? О, ничего себе!» И становились нормальными людьми. Да, и они стали нормальными... Они не ушли, они тихо так же сели там... На травку. Да, сели на травку кушать вкусный шашлык, там, сладкую вату, там, что-то такое. То есть сидят гопники... Шарики достали, цветные. Да, достали, сидят гопники с шариками со сладкой ватой. Ну, круто же, ёлы-паллы. Ну, а это отлично. И у нас... И вот так вот всё. То есть у нас детская площадка будет. Так что не бойтесь, привозите детишек, приезжайте сами. Там, по-моему, даже курить запрещено. Если я не ошибаюсь, около сцены. Ну, да. Так что... Так что с детьми можно. Я что-то, если честно, про курение, я просто не знаю. С детьми можно. Ну, то, что там не пьют, так, как это бывает часто, состояние осенения, такого тоже точно нет. Ну, по опыту прошлых фестивалей. Ну, в общем, надеюсь я, что 31-го... Да, да, и мы тоже, может быть, сможем вырваться туда. Город электроуголь. Дай бог получится. Были бы с радостью там у вас. Посмотрим. Мы вас будем очень ждать. Как получится, получится. Надеюсь, вырвемся. Ну что, дальше петь? Угу. Что-то будет. Летела жизнь песня моя. Ну, давайте. Проект ХБ. Напомню. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Прижав к себе, нелепый скал, Боишься, как бы свой уют не расплескать. Собрав в горсти Все эту пыль Видно сладко в тесной будке Быть слепым И на цепи Залаять вверх На эти звезды Что посмели за сиять над головой И слышен нервный скрип пружин Так летела жизнь Колыбель качая Шариком смешным Прямо за плечами Посреди светил В полный тянутя Открыв окно Поставив стул Уходит время Набирая высоту И чай сообщи Как с заводной На ходу Срезай стропы По одной А ты, как пес На поводке Она всего лишь Босиком однажды вышла Подышать Себя толпою Окружив Так летела Шесть Колыбель качая Шариком смешным Прямо за плечами Ремешок держал Притяжением Притяжением Прошил Ушами Зимной Кружил Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Мулела, о-о-о, мулела, о-о-о-о, мулела, о-о-о-о-о-о, так ли сняла шесть? Так ли сняла шесть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Когда музыка вызывает эмоции, когда музыка перерабатывает человеческие страсти внутренние, может быть, переживания, может быть, какие-то мысли нехорошие, это, мне кажется, большое достижение. Вот, например, Андрей Архипов пишет вот что. «После разговоров до просвятых отцов сижу, блин, и рыдаю. Трек-то какой. Перед глазами храм, знаете, такой гордый, но одинокий храм в тьму таракани. Спасибо огромное за этот трек, за картинку в моей голове, низкий поклон. Это от всей души вы супер». Спасибо. Ну, мне кажется, тут добавлять нечего, и, в общем, очень хорошая характеристика и ощущения собственных, и эмоции, и, в общем, того, что слышит человек в ваших песнях. Теперь моментик вот какой мне любопытен стал. Ну, понятно, что вы уже давно вместе, давно сотрудничаете с ООН, творите. Давай так. И кто-то тут подметил, не помню кто, о том, что у Паши песни драйвовые, ну, в смысле такие с напором, у Лёши такие левичные, а вместе получается некая... А сбивает всё до кучи Макс, потому что он Макс-уравнитель. Его там так назвали. Он как-то так всё это дело сколачивает. Вот сама по себе история, связанная с темпоритмами, в которых вы живёте, они несколько разные, как мне кажется. По сути, вы уже не по-музски, по жизни. Вы разные по характеру, разные по темпераменту, разные по восприятию. Мне кажется, одни и те же вещи трактуете иной раз по-разному. Наверняка бывают какие-то стычки, связанные с пониманием или непониманием того или иного аспекта жизни. Ну, они, на самом деле, так быстро вспыхивают и гаснут. Да, бывают, конечно. Но это решается без проблем. Каким образом? Мы же взрослые люди, приходим к консенсусу. Во имя чего? Во имя с большой буквой ХБ. То есть во имя творчества или во имя дружбы? Я ещё раз подчеркну, что мы очень много лет вместе. Мы друг про друга знаем довольно многое. И, в общем, можно понять, что вот сейчас там лучше уступить, потому что... А были моменты, когда было ощущение, что вы уже можете разбежаться и перестать быть вместе? Ну, нет. Смотри, какая интересная штука. Я почему вдруг об этом спрашиваю? Так часто бывает, ну, например, в семейных парах, в семейных отношениях. Люди тоже много-много лет вместе. Потом, глядишь, хлоп, и разбежались. Чего-то где-то не поделили, что-то где-то не срослось, что-то где-то не получилось. Не знаю. Казалось бы, вот мы же много лет вместе. И что? А у нас... Это не аргумент. Мы очень просто решаем. У нас есть время отдохнуть друг от друга. В сольных, например, гастролях. Да-да. Это правда. То есть мы иногда можем там два месяца не видеться, потом с раново собираемся и рубасим. То есть это главный для вас рецепт. Ну, видимо. А можете себе представить себя друг без друга? Ой, какой пикантный вопрос. У меня сейчас слезка потечет. Нет, ну представь, что нет такого проекта Хабе, и что вы совсем уже больше не будете работать вместе. Нет, ну нет. Нет, конечно. Нет, послушайте, мы... Смотрите, нас прет. Нас прет. Поэтому, как бы, мы играем, пока прет. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, там, завтра перестанет нас переть, и мы возьмем, скажем, Леха. Ну, ништяк. Ну, и хватит. Но нас же прет, мы играем хорошую... Ну, точнее, мы играем ту мусс, которая нам нравится. Но она хорошая. Я подтверждаю. Слава богу. Паша умеет на комплименты. Нет, 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 просто смотрите, там, например, я вот чем руководствуюсь, там, да? Вот у меня, там, дома, там, довольно, ну, много музыки, там, да? Вот я просыпаюсь с утра, и раз, а послушать нечего мне под настроение, да? Ну, например, или я, там, долго выбираю. И потом думаю, Фухрудин, ну, вот если ты такой умный, возьми, да и запиши такую пластину, которую ты сам и будешь слушать. Ну, вот, собственно, я руководствуюсь вот такими. Мне вот этот музык нравится, я бы ее слушал, все. И все. С теми текстами, то есть много же, как бы, там, да, но много должно что совпасть, то есть, чтобы это было, там, красивая Лехина гармония и, там, и какие-то, там, слова не самые идиотские. Как минимум. Ну, хотя бы. Лехина. Не самое. ХБ, еще новое. ХБ, хотя бы. Я такого сам не при... Вот, пожалуйста, вот вам и расшифровка на жаня коллектива. Хотя бы. Хотя бы тексты приличные, чтобы не стыдно было. И хотя бы какие-нибудь более-менее симпатичные аранжировки. Да, Макс подказывает, хоть бы. Ну, пусть хоть бы. Пусть так. Надо петь дальше. Что это будет? А, наверное, мне сейчас название не надо произносить. Я, кажется, знаю, что за песня. Нет. Сейчас будет «Смотри». А, там, просто... Паш, по-моему, был не в курсе. Мне казалось, сейчас должна быть другая. Вы там как-то разговаривали, какой порядок? Я запомнил. Да, сейчас все перемешалось. Ну, ладно, хорошо. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня проект ХБ. Хоть бы. Погнали. Смотри. Я вывернул себя наружу. Смотри. Все записи мои тебе это не нужно. Два, три. Бальсируют их хамелы под железным снегом. И он с другим чужим, по сути, человек. Весна. Весна. Придет и станет снова просто легче. Весьма. Напухнут бочки, запуреет печень. Азма. Залепит легкие тяжелым пухом. При каждом вздохе падает духом. 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 Весна. Весна. Есть. Азма. Держу, что ты не нужен, даже аду гори Очередная песенка, и верно, нахер надо Субтитр, субтитр Смотри, да не на что смотреть, в округе ничего не видно Внутри светлее и, наверное, немного интересней Смотри, не слушай эту музыку, она обрыла Теперь смешно повсюду, не смешные песни С мощными остались песни С мощными остались песни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затри! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА песня. Правда. Она тоже будет на диске. Ну вот. Мне очень нравится как она записана. Чего не нравится? Нравится, нравится, как она записана. Да, осталось только ее свести. Ну ничего, я думаю, что этот процесс вы начнете в ближайшее время. И дай бог все это решится быстро. Хотелось бы уже наконец эти песни тоже иметь вратенцию. Ну, они должны звучать. Конечно. Должны звучать. Я, откровенно говоря, не знаю о проектах плохих песен. Вот правда. А, давай сейчас сыграем. Если бы вы могли, сейчас у меня личная просьба. Если можете, сыграйте свою самую худшую песню, чтобы можно было сравнить ее с теми образцами или образчиками, которые мы слушаем. Леха, ты что, правда полез смотреть в программу? Мне просто дико интересно, какую песню вы считаете худшей своей. Максову. Максову? Серьезно? Конечно, да. И он согласен, главное, с этим. И он понимает, что... Да. И я почему об этом говорю? Потому что вот какая песня не возьмешь, какую песню не возьмешь, какую песню не прослушаешь, все равно есть что-то, даже если она не слишком хитовая, да, имея в виду хитовость такую общепринятую, что можно было бы сразу напеть, все равно в ней есть что-то, что цепляет. Либо текст, либо музыкальные ходы. Все равно есть что-то, что можно сказать... А что можно сказать? Ну, я-мое, это круто. Как вам это удается? Ешкин пистолет, ну-ка. Рассказывайте. Если бы мы знали. Опять же, если бы мы... Если бы ставилась задача сочинить хит, то, не знаю, может быть, оно бы и получилось. А так мы же собираемся, чтобы музыку сыграть. А музыка, она же, не знаю, как-то не подчиняется каким-то законам. Ну, наверное, там, во всем случае, мы не умеем ее как-то подчинить. Ну, то есть, хочется сыграть так, чтобы перла. Ты уже говорил это слово, ты, я смотрю, любишь ее. Я люблю, да. Ну, слушайте, ну, вот, например, там, мы, там, ну, Инна Желанная, там, да, или, там, Старостин, что? Ну, где там хитовость, да? Ничего. А какая магия? Ну, главное, что вот есть чудо или нет чуда? Вот это все. Ладно, согласен. Сейчас ты пожеланный, ты зря так хитовости там хоть добавляй. Но я с точки зрения, я же не работаю на радио. Я шучу. Я понял, о чем ты говоришь. Действительно, если иметь в виду традиции, которые были заведены уже много лет назад в российском радиоэфире, хит — это когда есть припев, главное, а у желанных припевов-то нету, да, и в припеве обязательно какая-нибудь там, какой-нибудь ходильник музыкальный такой запоминающий, тындерин, тындерин, тындерин. Дальше запев, ну, там вроде как текст, его можно прослушать, а потом снова припев, тындерин, тындерин, и народ радуется. Вот это называется хитом. И самое главное, припев еще повторить 18 раз. Обязательно. Он же хитовый. Вот это называется хитом. Ну, обычно в попсе оно именно так. Еще нужен бридж, такое вот понятие есть. Да, бридж. Это звукосниматель, Леша, на самом деле. Спасибо. Я называю хитами совершенно другую музыку. В моем понимании хит это то, что, как ты просто сказал, хорошо цепляет. А насколько там ходильники внутри бриджа, не знаю, все что угодно, такая чушь. Главное, чтобы било по сердцу, по мозгам, по душе. Так. Эх, жалею, что не попал на сольник Алексея Вдовина в рок-клубе «Уран» в Арзамасе. Многое пропустил. Но живые компенсируют эту досаду. Прямой эфир, особенно с планеты, всегда передает атмосферу концерта. Вот сейчас все очень классно. Погружаешься полностью в музыку и кайфуешь. Ребята, молодцы. Давайте уже плохую песню. Сломайте этот кайф. Александр Хлопков пишет. Ну, решил ты как-нибудь. А мы просто споем не свою песню. Мы вот так выйдем из ситуации. Ну, то есть она самая плохая в вашем творчестве. Нет, она просто не наша. И тут уже вы судитесь с вами. Как называете такую песню? Не верю. Нет, это отличная песня. Это песня... Из ротации своего рода. Великолепного Сингера Сонграйтера, автора, исполнителя, которого давно, к сожалению, нет. Александра Непомнящего. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня проект ХБ. Рай лежит на стриях кофе. Под невесомыми углями ступнями. И пойдут греться звери и птицы. Не пугаясь огня за следами. Я не верю ни во что. Не верю ни во что. Не верю. Я просто знаю. Солнце горит во мне. Солнце горит во мне. Пока горит ласточка подстреленная. В пулю превратится. И найдет охотника даже в подземелье. Сбросит с плеч свинец и в небо возвратится. Все не к нам с весною принесет веселье. Ноченька бескрайняя свежется в комочах. Ляжет помурлыкать на теплые коленки. Трибунал сыновний расставит все точки. И хозяина тюрьмы поставят в стенке. Я не верю ни во что. Не верю ни во что. Не верю. Я просто знаю. Я не верю ни во что. Не верю ни во что. Не верю. Я просто знаю. Солнце горит во мне. Солнце горит во мне. Горит во мне, пока горит во мне Солнце горит во мне Солнце горит во мне, пока горит Лабериты долгие по дороге к замку Только дни победы для лавины Не рисуйте, милые нам черные рамки Нас еще не создали в руках нашей глины Бой на сондущих эти сказочки страшны Для братцев бескорей, жизнью умудренной Скучно тратить время, долг опасть напрасным Про победу павших и радость обреченных Я не верю ни во что Не верю ни во что Не верю, я просто знаю Я не верю ни во что Не верю ни во что Не верю, я просто знаю Солнце горит во мне Солнце горит во мне Горит во мне, пока горит во мне Солнце горит во мне, солнце горит во мне, пока горит. Солнце горит во мне, солнце горит во мне, celebrationoutpress, поэтому я в doom этого езжацию с тем, что ли это дождь, когда голос билет. Субтитры создавал DimaTorzok Если это плохая песня, то это как же Кто-то написал, что только подключился к эфиру Если это самая ваша плохая песня, то я ваш фанат Валерий Захаров, ну и так далее Мне кажется, что их фанатами можно быть уже даже За то, что они столько лет вместе работают А уж не говоря о тех песнях, которые они поют Это просто мы пока фанаты друг друга Леша Быков пишет У меня вот такой вопрос по замечательной песне «Знаю» К Павлу Алексею Почему вы поете «Знаю» в варианте текста с альбома «Непомнящего полюса» А не в варианте обхватя с более позднего альбома «Поражение» Ведь там, на мой взгляд, очень важное Хоть и небольшое, уточняющее, акцентирующее изменение текста А так вы отлично поете эту песню «Спасибо» Ответ готов Отвечает Друзь Спасибо Друзья мы сегодня не пригласили Да, дело в том, что мы когда советовались с вдовой Александра Не возражает ли она против такого исполнения Она нашла Ну, она поправила в других местах В других акцентах Но такой вариант исполнения Такой вариант текста в нашем исполнении Она одобрила И нет никаких проблем То есть в данном случае речь идет об авторской правке Не-не-не, мы осознанно Дело в том, что мы с Лехой из первого курса, по-моему, знаем эту песню Мы привыкли петь ее вот в таком варианте В таком И когда посоветовались с правообладательницей С наследницей То, да Решили продолжать петь так Выкрутился Ну, ответ в любом случае получен Братцы, у нас с вами осталось времени всего-то на две песни Ой, очень хорошо Мне очень плохо Плохо? Ну, конечно Почему? Я же люблю... Я хочу поиграться еще Мы тебя здесь оставим на ночь Окей И, да, надо петь, потому что, боюсь, что время сейчас уходит, уходит, уходит Можем не успеть Что это будет сейчас? Ну, вот, наконец-то Как всегда, живой звук в программе Еще одна отвратительная песня проекта ХБ Да, поехали Ждет лесника Дождь лесника Ждет рыбака Жена рыбака Воина ждет Воина мать Ну, а его мама Некому ждать Ореги гума Мамамо Ово, ово Ома, мамамо Ово, ово Ома, мамамо Омба, умбей Омма, мамамо Оон, зерота Ом, нагота Черная голь Да пасота Черная боль Сок трассника И вдалеке Песня фарусника Ореги гума Мамамо Ово, ово Ома, мамамо Ово, ово Ома, мамамо Омба, умбей Ома, мамамо Ома, сомбри Також Оменявив Умбей Ома, посла Ома, мамамо Сомбри Омбри Ома, мамамо Сумбри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ты как думал? Дым над водой, так это вообще чуть ли не любимая песня была Ставишь и... Либо в микрофон, либо молчи Значит молчи 46-47 это короткий номер для СМС-акваш Сначала свои Макс, это тебе было сейчас сказано Пробел, а дальше Само собой все же хотели бы адресовать коллективу Это касается СМС-портала Ну и народ-то пишет здесь Ох, время так время, но почему ты стоишь На месте, когда не нужно, и так бежишь, когда нужно Постоять немного Ужасно отвратительно классный трек Пишет человек Что у вас там по плану-то было? Сколько еще песен было? Одна Почему? Мы можем и две сыграть Какие, например? Нет, у нас длинные все Длинные на сколько? По 8 минут Дом, 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 она 6 минут Ну еще и один Да нет, еще 6 минут Ну конечно Давайте до 11 посидим, чего уж Я за, брат Ты зря это сказал, сейчас народ подхватит эту мысль Нет, мы сидим, как всегда, до 10 Есть условия, в которых мы работаем Значит эти условия нужно соблюдать Так, Александр Сазанов пишет Да, тот случай, когда под конец передачи готов признать качество Выборочно, но у них есть реально Есть, что за что зацепиться Ну и хорошо Слава богу, брат Спасибо Кому-то, видишь, кому-то все, а кому-то частично Спасибо Что тоже, что тоже, что тоже приятно Так, Семен, что же вы все Андрея читаете? Какого Андрея я все читаю? А давайте, давайте я все равно, вот сейчас осталась пока одна песня Я вдруг, кто только что присоединился Скажу, что вот 31 мая 31 мая состоится фестиваль Троицы Троица, все живое называется так фестиваль Обязательно приезжайте Ну расскажи о том, кто будет Да будет уже, все будут Будут все Я не знаю, кого не будет, тот сам себе злобный Буратино Я про музыканты Вежливый отказ Зорги, Мегаполис, Тенави Даша Шульц, Аскетикс Орги Праведников, Недра Антон Маскиляди, Нью Лукс Группа Олигарх, электронный проект Сейчас мозг закипит Из Питера будут молодые, офигенные ребята Ветер всем, очень мне нравится Отличный, да Леха, кого забыл? Недру забыл, да? Назвал, молодец Я слежу за тобой внимательно У нас же ведущий Тута Ларсен, Андрей Бухарин И Тута Ларсен даже вот на Она ждет ребеночка Прям совсем скоро И даже в таком состоянии Она все равно к нам поедет И будет радовать нас Своим видением Своим присутствием Как минимум Ну в общем, да И надо еще напомнить, кстати Троица, да, 31 мая А еще до Троицы с 22-го, 23-го, 24-го Это Шокофест, где ХБ тоже, между прочим, играет 23-го в субботу Это тоже важно Лупасить будем Ну что там, шестиминутная песня, что ли? Не знаю, по-моему, да Да не, ну давайте еще сыграем полторы У нас их и осталось всего-то шесть Этих самых минут Поэтому надо решать Либо вы поете длинную, и мы заканчиваем Либо вы разворачиваетесь и уходите прямо сейчас Я один закончу Я один закончу эфир сегодня В любом случае сообщил, что завтра в программе Живые группа IFK Это совершенно, да, совершенно другая музыка Абсолютно другая стилистика Это совершенно взрыв мозга В хорошем смысле Для людей, любящих альтернативу Это IFK еще из тех времен? IFK без паштета только, да Нет, та же группа, все Но паштет ушел оттуда, к сожалению Один из отцов-основателей Прокинул коллектив Три года назад, что ли? Два, не помню Пять Ну, пять Это без разницы, сколько лет Главное, что... Ну, группа та же, и поют те же песни Да Что будет сейчас? Как называется песня? Песня называется «Дом» Она действительно пятиминутная? Или ты пошутил? Ну, она долгая, да Долгая Ну, значит, вот мы на ней попрощаемся с аудиторией Всем пока, до завтра ХБ заканчивает свою музыкальную программу Красиво заканчивает Дом такой же, как я Ни крыши, ни трубы Лишь окна и свет Там не прожить и дня Не прикусив губы Не загубив себя Зато какой рассвет Твой такой же, как ты Сиреневый приют Девичьей парады Праздничный салют Колючий встречный взгляд Из той пустоты Встречай А, встречай Там дверь без ключа Ты встречай Дом, похожий на меня Все помнят лишь скук Мерцание чертой Что пойдет смеять Через двадцать лет Держа в руке каблук А, встречай А меня там нет А меня там нет А меня там нет Жизнь, похожая на блин Похожая на трюк Уехавшись из цирка, клоун ждет трамвай, Что увезет на юг, держа в руке парень. Встречай. А встречай, там в шайке крещат, встречай. Дом, избыточный дом, где лето и сад, где осень и сад. Пусть будет в горле ком, я выбрал это сам. Смотри, какой закат, смотри, какой закат. Прощай. А прощай. Это трону встречает. Прощай. До новых встреч, друзья. Это была группа ХБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы взяли и обманули. Ну не пять минут она, а четыре. Так что мы могли еще с вами какое-то время поболтать. Ладно, собственно, на этом мы и заканчиваем. Проект ХБ был сегодня в программе «Живые». Будьте здоровы, будьте счастливы. До завтра. Всем пока. Хорошей ночи вам сегодня, друзья мои.